Приветствую вас. Я думаю, что у вашей ситуации есть некоторая история. Некоторая такая технология, то есть процессы развития, благодаря которым вы оказались в такой ситуации несколько неприятной для себя. В первую очередь, наверное, нужно сказать, что самое главное, как вы сейчас обращаетесь со своими чувствами и можете ли вы свои чувства вот в полной мере прожить сейчас. То есть можете ли вы с ними обратиться так, чтобы потихонечку их отпускать, потихонечку не забывать, но проживать что-то другое. То есть, ну, например, обратить внимание на свои интересы, обратить внимание на то, что вам важно, на то, что вам хочется. Это первое. Первое, на что, на мой взгляд, нужно сделать акцент. Это то, что вы напились. Да? Ну, ну, вот. Как вы говорите. Скорее всего, не просто так. То есть, скорее всего, у вашей ситуации есть какие-то основания, скорее всего, вы напились в том числе. Потому что у вас есть какой-то элемент напряжения. Неудовлетворенности. И вы это склонны игнорировать. И вот вы дали себе слабину, позволили себе, что называется, расслабиться. И вылилось это вот в такую историю. Историю, в которой... Ну, историю, в которой бы явно не хотел. Скажем так. Скажем прямо. Да? Вот. Соответственно, здесь очень важно понять, как вы оказались в этом... В эту ситуацию. В такую ситуацию. Как вы в нее... Как вы в нее... Попали. Потому что... Ну, я надеюсь, вы... Понимаете, что... Просто так вы... В этой ситуации бы не оказались. Поэтому... Вероятнее всего, есть у вас... Некоторые напряжения. Вероятнее всего, есть у вас некоторые... Факторы. Что называется... Факторы. Раздражающие факторы. Вот. Напрягающие факторы. Взбивающие вас, вероятно, со току. Вот. Факторы, которые... Мешают. Мешают. Мешают вам быть... Что называется... Самой собой. И вот на эти факторы, как мне кажется, вам... Нужно обратить... Своё внимание. Потому что это... Довольно важный... Момент. По поводу... Того, что сейчас... О вас говорят. И по поводу того, что вам... Стыдно. И, конечно, это неприятно. Вне всякого сомнения. И... Это то, с чем... С чем вам сейчас... Ничего не сделать. С одной стороны. Но, с другой стороны, это то... Что может продемонстрировать... А... 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 Отношение людей. К вам. А... Скольку люди вас... Понимают, принимают... И... И... Так далее. Конечно, эта история может... Буть... Мягко говоря... Разочаровывающей. Поэтому очень важно, чтобы сейчас у вас была поддержка. Очень важно сейчас, чтобы вас было кому поддержать. Вам сейчас трудно. Самым лучшим, наилучшим способом решения данной проблематике было бы ваше обращение к психологу, к психотерапевту, для того, чтобы вам помогли справиться с текущей ситуацией. Наиболее быстро, наиболее безболезненно. Вам помогут это сделать. Потому что при других раскладах вам самой, мне кажется, будет достаточно тяжело и сложно. с ситуацией, да, справляться. Потому что, ну, вполне вы можете чувствовать себя очень одиноко. Ну, как вы знаете, национальный наград. На мой взгляд, очень важно, конечно, что вы сейчас находили нужную вам поддержку, очень важно, чтобы вы сейчас получали нужную поддержку, очень важно, чтобы вы позволили людям, к тем, кто относится к вам, ну, к вам позитивно, да, к тем, кто относится к вам искренне, к тем, кто не изменил ваше мнение о себе, не изменил своё мнение о вас, точнее. Вот, собственно говоря, эти люди, чтобы они были рядом с вами. А вам нет смысла признать, что существует некоторая проблематика в вашей жизни, в которой вы живёте как-то не так и в которой алкоголь пробуждает вас, скажем так, не демонов, конечно, не демонов, безусловно, но, скажем так, меняет вас, меняет, что вы совершаете действия, за которые вам потом спит. Дело здесь в том, чтобы начать менять свою жизнь, дело здесь в том, чтобы начать заботиться о своей жизни, дело здесь в том, чтобы начать быть внимательным к своей жизни и, нет, не больше контролировать свою жизнь. Наверное, я бы сказал, даже в какой-то степени наоборот. Вот. То есть речь идёт не о контроле как таково. Речь идёт о том, чтобы вы наоборот лучше себя чувствовали, чтобы вы были к себе внимательно, вот. Если говорить о ситуации, которая с вами произошла, то я бы сказал, что при внешнем аспекте важности общественного мнения для вас, как мне кажется, оно вас в какой-то степени тяготит, вот. Вы чувствуете себя не свободный, вы чувствуете себя должным, всем вы чувствуете на себя давление, вот. Пытаетесь, может быть, быть всем удобней, всем угодить, но это невозможно сделать, как мне кажется. И идея моя, включитывая, что это не ступень. Вы, эта ситуация, рассада, преимущество, использовали бы для того, чтобы изучить свою жизнь, чтобы исследовать её. То, о чём вы говорите в своём тексте, как ни парадоксально, возвращение назад к тому, от чего, может быть, вы пытались сбежать. В своём таком вот, ну, пары, да. И очень важно, как вы будете действовать, ну, дальше, всё вы будете делать дальше. Вот. На мой взгляд, это важно. По моему мнению, это важно. Вот. Потому что, ситуация, в которой вы оказались сейчас, она просто показательна, в том смысле, что пришло время, что это меня. Другое дело, что, да, нужен ресурс, какой-то, для того, чтобы что-то менять. Это правда. Если у вас ресурс или нет, неизвестно. Но, чтобы он был, этот ресурс вам и нужен, так сказать, психолог. Психторопор, который поможет вам этот ресурс собинать. Хотелось бы обратить ваше внимание ещё на такой важный момент. Как мне кажется, что вы называете своё состояние депрессией, но ваше состояние не депрессивное. Ваше состояние не является депрессивным. Ваше состояние является подавленным. 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 Может быть. А... Апатичным. Может быть. Но это... Это не депрессия. Понимает? Потому что депрессия проявляет в себя по-другому. Депрессия, а, что вот эти, ну, по четыре дня не бывает. Но я думаю, что вам хочется убежать. Я думаю, что вам вероятно стыдно за всей этой ситуацией. И желание убежать ваше. Ваше желание убежает. Понятно. Очень важно, чтобы вы прожили, прожили вот это чувство. Такое, когда вам хочется убежать. Чтобы вы от него не открывались. От этого чувства. Вот. Потому что... Вам это будет мешать. По жизни. Вот. Такая вот стора. Такую историю я могу вам дать сейчас с точки зрения психологии, психотерапии, вот, с точки зрения своего опыта, который у меня есть, вот, и надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, вам это было интересно, надеюсь, вы сделаете для себя определенные выводы. Вот, надеюсь, что вы предпримите какие-то шаги для изменения своей ситуации и первым шагом будет обращение к психологу за тем, чтобы разобраться в себе. Вот, я думаю, что вам это важно, я думаю, что вам это важно, вот, я думаю, что вы можете себе это дать, вот, более чем уверен, что вы можете себе это дать. Вот, ну а что касается клеветы, что касается пересудов, с которыми вы столкнулись сейчас, то я бы сказал, что это от недостатки информации, вот, это, первое, недостатки информации, второе, это отсутствие вашей четкой позиции по данному вопросу, то есть, ну вот, условно говоря, стоит, вот, ну то, что вот вы, то, что вы описывали сюда, что вот, именно с чистой стыда, вот, то есть, что такое, что такое стыд, стыд, это, это подавленная злость, ну вот, в данном случае, это подавленная злость, и, соответственно, наша задача, как психологов, заключается в том, чтобы помочь вам эту злость выразить, чтобы она вас не травмировала, и чтобы она не влияла на ваше самочувствие, на ваше поведение, вот, и так далее. Это вот, как мне кажется, достаточно важный момент. А, подумайте, вот, что, сам, что мы себе, отказывали, в последнее время, что мы себе, ограничили в последнее время. Что вызвало, вызвало у вас напряжение в последнее время. Это очень, очень важный момент, потому что вот именно эти факторы привели по итогу к этой ситуации. Хотелось бы, конечно, спросить вас еще о том, какого вы мнения о себе, вот, что вы о себе думаете, как вы к себе относитесь, насколько принимаете себя, любите себя, работаете со себе. Это довольно важный момент. Я надеюсь, что вы обратите на это свое пристальное внимание. Потому что не побоюсь этого слова, от этого зависит то, как дальше вы будете жить. Ну и последнее. Люди быстро забудут, что это случилось, если вы в скобочках об этом быстро забудете. А, почему в скобочках? Почему именно в скобочках? Ответ достаточно брод, вот, в скобочках, потому что не нужно забивать, может быть, то, что произошло. Но нужно делать выводы относительно того, что произошло. Если вы выводов вы не сделаете, если ваша позиция будет такая же, как сейчас, и люди будут чувствовать ваш стыд, например, то ничего хорошего из этого не будет, а не будет для вас. И отношения с людьми испортите, и сами страдать будете. То есть, я рекомендую вам крепко об этом подумать, для того, чтобы ситуацию исправить. Для того, чтобы ситуация изменилась. Вот, как я могу ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь на обратную связь по моему ответу. Буду благодарен вам за нее. Всего вам самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok